привет братья курьеры сегодня жесткая тяжелая смена в сбермаркете начну работать на обычном велосипеде потом пересяду на электровелосипед сбермаркет продолжает чудить дает большие расстояния до клиента и мало времени 9 минут дается 10 минут было а автомаршрут самый быстрый 16 минут веломаршрут тоже 16 минут три километра так они не починили эти таймеры бонус невозможно получить потому что везде идет опоздание можно и на штраф нарваться еще если большое опоздание будет а бонусы вот такие вот видите за своевременное прибытие в магазин 46 рублей по этому заказу и если вовремя доставлю клиенту то 33 рубля и того бонусы по заказу 79 рублей тебе надоело начальство на том месте где ты работаешь или тебе уже достал график где ты постоянно должен просыпаться рано и не опаздывать на работу тогда тебе к нам в компанию курьеров ты можешь устроиться пешим вело мото автокурьером в компанию яндекс там у тебя будет свободный график работы и никакого начальства контакты ты видишь перед глазами также эти контакты закреплены в описании под видео напоминаю что у нас 20 ноября город ростов-на-дону вот вчера был дождь ночью был тоже дождь что лужи остались местами есть трава зеленая дальний заказ но сбермаркете всегда первые заказы дальние хорошо что не в жопу мира обычно мне дается одна таганрогскую там вообще ужас просто туда ехать и там заказов не так много а сегодня хоть своем районе дали заказ так что неплохое начало ну смотрите у меня таймер по заказу уже на нулях а ехать мне еще 11 минут два километра но правда я там сам под задержался пока одевался пока телефон чуть не уронил сейчас пока мусор выносил конечно сократил время на доставку себе сам по своей вине но надеюсь штрафа не придет за опоздание я спрашиваю у меня на я и и и и и и и и да багажника нету на этом велосипеде большой минус хорошим быстро привыкаешь на электро велосипеде багажник есть да здравствуйте да да оставлял да актуально хотел бы уточнить некоторые моменты получается там обязательно нужно работать в такси да или можно в доставке работать просто могу я заплатить за аренду и работать в доставке допустим в яндекс доставке можно так сделать а сколько аренда мне нужно эконом на автоматической коробке передач вот сколько минимальный срок и сколько аренда будет стоить 2 2 300 на бензине он автомат так новый заказ летит смотрим все там у нас я еще этот заказ не отвез смотрите два заказа 967 рублей обалдеть берем конечно до 110 килограмм заказ 2 5 килограмм ладно берем что пропускать нельзя тем более сумма хорошая ой блин а но это дом я знаю полтора километра вот так но я никуда торопиться не буду сегодня не спеша кручу педали потому что знаю что я не буду что будет большие расстояния сейчас вот два и шесть километра надо ехать до забора заказа в горочку крутую лучше пешочком подняться поберечь силы так сказать или надо было заезжать два заказа в одном магазине я будем загружать 10 килограмм общий вес в принципе не тяжело бывает и похуже что удивлю удивлен почему впервые у меня два заказа сразу из одного магазина обычно бывает по два заказа забираешь в одном магазине потом везешь там либо клиенту отдаешь либо везешь второй заказ другом магазине забираешь но так чтобы сразу два в одном впервые такое а по весу я вас обманул здесь 8 и 5 килограмм 13 килограмм половиной все можно прожимать что заказ у меня но это неудобно делать одной рукой 6 бутылок масла заказали в офисное здание отдал сейчас надо второй заказ отдать который у меня есть и мне уже заказ пришел еще один 4 км и туда опять назад ехать короче сторону откуда я приехал в сторону домой да какой то вообще кошмар я надеюсь может отменят этот заказ я его принял чтобы штрафа не было за пропущенные заказы 50 рублей штраф ну что оба заказа короткие вот этих из пятерочки 800 метров общий пробег на выдачу один заказ через дорогу перешел а второй заказ сейчас вот до того дома до угла проедают и все ну конечно подачи до магазина конские конские 4 км сейчас надо будет ехать на лари на 45 обалдеть поторопиться не буду поеду в покойном режиме пошло все нафиг все эти бонусы штрафы буду ездить так как мне комфортно и вам советую не торопиться так лермонтовская 117 надо сюда заказ отдать я уже здесь возле дома посмотрим яндекс даст ой сбермаркет даст прожать геолокацию смотрите тупит приложение мало того что тупит время да неправильно дается на прибытие так еще геолокация не дает прожать статус смотрите вы находитесь далеко от местного значения но как где далеко куда ближе на этаж нужно подняться или что кривой сбермаркет блин вот что делать вот обновляем страницу что-нибудь поменяется смотрите ничего не меняется ничего не работает как мне статус прожать рукожопы блин сделайте нормально приложение чтоб работала или времени дайте больше вот я сейчас теряю время чтобы перезагрузить я не знаю геолокацию давайте попробуем геолокацию отключить заново включить может это сработает так отслеживание местоположения включено давайте пробуем еще раз кажется сработало ура надо дать заказ теперь на восьмой этаж маркет рядом паркуется так ну что смотрим сумму за заказ тогда эй такая неудобная штука такой доход маленько мотивирует работать забываешь про большие километры пробеги и счастливы и довольны едешь за следующим заказом ну как я вам и говорил 4 км пешим 44 минуты вело 18 минут ну а у сбермаркета своя система координат у него 10 минут дается на прибытие поехали не торопясь вот что мы видим паркуемся по ростовски да тротуар съезд и вот так вот паркуется у нас в городе офигенско просто а потом возмущается что велосипедисты едут по дороге а где мне ехать смотрите вот где вот наши герои и там также смотрите вам вдалеке видите такая же ситуация паркуемся как хотим так ну вот здесь в пятерочка но проблема в том что вообще не к чему велосипед пристегнуть прям были вблизи ничего нету там столбы толстые короче оставляю на свой страх и риск надеюсь он будет на месте когда я вернусь пришел заказ следующий сейчас ехал и думал бы сейчас наверно придет заказ в сторону центра опять в обратную сторону и действительно так оно вышло пришел заказ снова в центр 4 километра 4 километра 100 метров какая-то жесть как как это как мандовошку туда-сюда кидают бы там оплата что-то 400 чем-то рублей за заказ поэтому пропускать не буду поеду чё а у вас время доставки я успел нет сколько опоздание почти час ничего себе ну это получается мне заказ дали я был в центре меня в центре сюда 4 километра пригнали поэтому так долго ну может курьеров не было всего доброго поняли да как это работает курьер как дурачок на велосипеде ездит по всему городу прям у клиента опоздание сбер маркет разве так должно быть по моему что-то неправильно не для курьеров не для клиентов позвоню в поддержку все-таки уточню может меня перекинуло на автокурьера я не знаю такое чувство как будто я автокурьер а я на велосипеде работаю как бы тяжеловато туда-сюда кататься да сумку надо поменять уже подустала сумочка конечно не кладите трубку оператор ответит вам честь ваша текущая позиция в очереди 7 вот расстояние 4 километра пешему в центр возвращаться была курьер да а мне вот уже второй подряд заказ дают больше четырех километров ехать для клиента почему так происходит ну то есть это нормально да у меня сейчас опоздание будет за это какой-то штраф будет или что я сейчас клиенту приехал получается опоздал на час потому что была дальняя подача 4 4 километра и сейчас опять поеду тоже будет нужно переназначать можно переназначать да если толку короче нет от меня отменять заказы потому что вот заказ пришел опять тот заказ сняли с меня и пришел дальний заказ опять на таганрогскую там правда оплата 800 рублей что то больше 800 рублей ну вот по километражу 3 километра в этот раз чуть чуть покороче но я туда не хочу ехать блин но придется ладно поедем что иначе дальше неизвестно какой заказ придет поедем в тот район работать а 3-4 км блин или этот заказ можно тоже отменить давайте попробуем отменить через поддержку еще один заказик отменим следующий то точно должен нормальный быть я по крайней мере в это верю отмена заказа отмена заказа а че он бесконечно так будет говорить отмена заказа так второй заказ отменил отменил его не через поддержку позвонил в поддержку ждал пока мне ответят сказали то что по этому виду заказов по таким номерам ДС какие то заказы там отменять нужно через бот скинуло мне ссылку на чат бот в телеграме туда написал быстро отменили заказ надеюсь штрафа не придет ждем следующий заказ вот такая вот переписка была с ботом номер заказа отправил выбрал вопрос снять заказ указал что далеко все записано отправил еще скриншот вот там подключился видимо человек снял заказ и еще уточнил заказ снят или нет все еще сказали был рад вам помочь удачной смены то есть вроде все хорошо происходит в общем три заказа я отменил и продолжает приходить дальние заказы ничего не могу с этим поделать поэтому поеду иначе я так буду отменять все и отменять не я не поеду смотрите там 30 килограмм это вообще жуть какая-то просто просто трэш принимаем и будем отменять через поддержку да действительно можно переназначать заказ на другого курьера через поддержку но за это придет штраф не забывайте мне в тот день два штрафа пришло за то что я переназначал уже принятый заказ хотя поддержка мне не сказала ничего про штраф она сказала просто можно переназначать и все пытаясь уйти от этих заказов подальше перемещаюсь от этого адреса чтоб меньше вероятности чтобы он приходил этот заказ а по отмене написал чат-бот жду когда отменят заказ 30 килограмм с ума сойти 4 километра подача ё-моё что происходит четвертый заказ уже такой дальний ну это один и тот же заказ там два раза приходил по моему три раза в общем ничего меня не помогает приходят дальние заказы пятый заказ пришел но он хотя бы в центр теперь подача 4 километра там с копейками короче ну а плата там рублей 600 может 700 рублей я не помню деваться некуда надо ехать забирать так в принципе по деньгам да нормально я вот пока эти заказы 4 штуки отменял я бы уже бы наверное отвез бы тот первый заказ который я отменял уже бы заработал бы там сколько 800 рублей или 800 поэтому лучше лучше возить чем просто отменять вот вот потому что бессмысленно отменять получается пустая пустая трата времени ну а едем потихонечку ну а едем потихонечку позанимаемся спортом ну тапок кто-то потерял на дороге ничего себе бедный курьер яндекс едет он наверное заказ повезет за 100 рублей или за 120 если бы он узнал сколько у меня стоит доставка он бы наверное сразу с яндекса его валюта ну вот смотрите как крутить быстро педали вообще чип просто сегодня спортивный день надеюсь меня потом в дому кинешь чтобы я смог пересесть где крылосипед а то неизвестно куда еще судьба закинет сегодня в какой район в магните короче проблема с выдачей заказа один кассир никого нету больше она позвонила в звонок никто не приходит стоим ждем когда произойдет чудо ну заказ не тяжелый 5 килограмм доставка тоже недалеко 700 метров в обратную сторону чуть-чуть проехать чем еще сбермаркет мотивирует работать помимо хорошей оплаты да я смотрю здесь сбермаркет серьезно взялся за курьеров разыгрывается же еще куча призов по-моему тысяча призов там в разной ценовой категории самые ценные там три приза это лада гранта результаты будут розыгрыша в конце на новый год или перед новым годом я точно не помню вот и это очень сильно мотивирует дальше работать там получается нужно доставлять заказы из ресторанов ну в конкурсе участвуют заказы которые из ресторанов чем больше заказов доставляешь тем больше шансов что-то выиграть то есть по каждому призу будет там розыгрыш по номерам заказов то есть будет как я понимаю выгружены номера заказов какую-то систему да ну вот есть же всякие эти программы для выбора победителей просто номера забиваешь и выбирается победитель победитель конкурса здесь наверное номера заказов забьют и будут разыгрывать призы по этому заказу фантастика я успел приехать вовремя вот этот дом мне заказ следующий идет ну два километра подача 48 0,48 килограмма вес 500 рублей цена 496 супер супер вот в этот дом точнее доставка я там перепутал маленько а тут какая-то что-то рушится дом фикатурка отваливается или отбивали специально непонятно наверное специально отбивают не может же она сама по себе разваливаться четвертый подъезд вот этот у нас первый этаж поэтому велосипед просто так паркуем не пристегивая надеемся что рассматриваемся по сторонам людей нету значит уехать некому на моем велосипеде ну я так и размышляю короче так заказ заказ вкусная точка туалет сходим бесплатно нормальные заказы хоть пошли так заказ вручаем радуемся заработку пляшем танцуем поем песни ура 543 рубля такие суммы усталость снимает просто рукой чувствуешь себя полным сил после таких заработков хочется еще и еще продолжать ребята холоты ищут на дороге а еще почему я никуда не тороплюсь потому что дороги еще мокрые грязь летит вот выходил из дома кроссовки были чистые и сухие теперь они мокрые и грязные и штанины тоже штаны тоже туда же но по сравнению то что было со мной вчера я можно сказать чистый чистый и сухой вчера по приколу вышел два часа поработать в дождь на велосипеде шел дождь не прекращался я полтора часа проработал да полтора часа проработал один доставил заказ в яндекс еде за 200 рублей и два заказа в бермаркете там что-то рублей на 800 у меня вышло два заказа это уже после вычета штрафов два штрафа уже пришло за пропуск заказа за опоздание вот вчера было воскресенье вот так вот получилось за два заказа видите штрафы два штрафа и по итогу 800 рублей 792 я заработал в рубля непринятые заказы три заказа я не принял по 50 рублей каждый заказ штраф и вот было опоздание на один заказ превышение таймеров а опоздание было потому что я еще заезжал там в одно место специально опоздал каждый раз когда я выхожу из ресторана магазина и вижу что велосипед на месте я всегда радуюсь видите почему радуюсь потому что тросик из фикс прайса самый дешманский его перекусить можно наверное зубами или просто дернуть вот так вот хорошенько и он порвется цепь заказал себе предыдущая цепь поломалась сейчас заказал цепь по моему 6 миллиметров входовым замком жду когда приедет сейчас отвожу заказ и беру перерыв хочу показать как в сбермаркете берется перерыв то есть нажимаете вот эти три точечки и идете вниз списка и видите здесь кнопку можно нажать начать перерыв картошка фри маленькая белочная шаурма мой эконом обед 250 рублей за все кушаем прям на улице все закончил обед паузу разделить на несколько частей вот я за 30 минут успел пообедать можно потом еще будет взять перерыв поэтому нажимаем на play можно получать заказ 7 часов еще осталось работать еще пол смены не прошло в некоторых ресторанах вот заказы нужно забирать с черного входа со служебного для этого читаем примечания комментарии по доставке здание администрации области ну это клиент пишет куда доставить а где забирать заказ здесь нет примечания никакого видите просто ресторан и все я уже знаю что здесь заказ через служебный вход забирается поэтому я сразу сюда ехал а так вот если не новичок то ему не понятно будет он пойдет туда через парадный вход и вот он пошлют еще 160 правильно? ну у меня сумма не указана номер закажут 4586 нет? нет номера у нас нет ну у нас один заказ все спасибо легенький заказ обожаю такие заказы какую еще особенность заметил в сбермаркете редко когда заказы ждешь в основном всегда заказы готовы вот здесь буквально 2 минуты подождал вы вынесли заказ также позвонил клиенту потому что здание администрации большое уточнил куда нужно именно подойти она сказала куда хочешь подходи хочешь с этой улицы хочешь с той улицы хочешь на центральный вход я выбрал опцию на центральный вход здание администрации области Ростовской области даже велосипедная пробка существует даже велосипедная пробка существует не могу проехать можно на тротуар съехать в принципе может светофор подождать может светофор подождать ну ладно поедем по дороге не умеешь ну вот само здание администрации Ростовской области она в принципе во всех городах похожие здания не ну спускаться на набережную мне конечно нравится вопрос только в том что потом надо же будет назад подниматься вверх а здесь лифтов нет подъемников нет еще интересно по этому заказу так получается просто указан адрес а название ресторана не указано в приложении пришлось звонить клиенту спрашивать с какого ресторана забирать заказ ресторан Рыба как называется ресторан пустой весь ресторан опошел кое-как сотрудника нашел сказали подождать через 3 минуты будет готов заказ ждем так идет следующий заказ подешевле стали заказы за 300 рублей назначение отменено но и то он не прошел этот заказ эх другое идет заказ за 319 рублей а у меня есть сабвея уже был сегодня заказ его отменяли но тут другой скорее всего уже да дальняя подача опять бедный яндекс даже посчитать не может сколько километров идти 2,6 км но еще неизвестно куда вот этот заказ доставлять может по пути а может он в сторону куда-нибудь будет но по заказу в принципе по ожиданию не сильно обманули сказали 3 минуты по факту и минут 10 ждал а доставлять 800 метров на доставку рядышком вот в этот дом доставочка сейчас опять надо будет сейчас опять надо будет преодолеть некоторое количество ступеней ну и в любом случае здесь рядом с рекой Дон низкое место в любом случае отсюда надо будет выбираться в горку если ты хочешь похудеть устраивайся в доставку бери 12 часовую смену садись на велосипед и будешь стройный и красивый так надо еще узнать на какой этаж ехать надо еще зайти будет жилой комплекс адмирал так у меня указано что заказ нужно оставить возле двери вот квартира 158 ставим заказ и все ура велосипед на месте ну все дальше в горочку по ступенечкам за следующим заказом как я вам и обещал тут нету даже этого пандуса никакого придется так вот да до следующего ресторана 3 км фу так жду заказ пока приготовят давайте посмотрим сколько я уже накатал сегодня всего 23 км а мне казалось больше вот так вот я ездил уже на педальках по городу еще меня хотела кинуть вот сюда вот куда-то вот сюда представляете отсюда вот сюда вот совсем что-либо обалдели хорошо что отказался туда ехать хотя с другой стороны может быть тут заказы где-то получше если авто в районе бы остался сейчас заказы подешевели в центре по 200-300 рублей заказ даже по 180 в общем сейчас поставлю паузу и поеду пересаживаться на электровелосипед потому что я уже устал кстати заказ пришел еще один как раз в сторону дому блин не успел его взять где мобиль что-то быстро так он отменяется вот такой вот мне заказик дали берем нашу батареечку заряженную все мотоцикл законсервирован до весны включу ассистент чтоб ручкой газа не пользоваться поставлю вот так вот на два деления вообще ассистент можно раз два три четыре на пять делений то есть чем больше делений тем больше помощи будет от него ну мне хватает вот так вот педалями подкручиваешь чуть-чуть и он подгазовывает видите вот этот замок поломался просто вот здесь вот отломалось и все металл я ничего не делал с ней сейчас вот так вот на обычный замок замочек застегиваю неудобно кстати говоря ну кто же сомневался что мне вот заказ этот опять не придет это тот же адрес магнита где я сегодня уже несколько раз пропускал заказ придется туда и ехать что эй ты куда да велосипед сам что-то газанул ты че или я педаль прокрутил маленько ладно принимаем едем в дальние дали в жопу мира так сказать не на велосипеде кайфусики работать вот крутанул педали он газует сейчас мы в горочку попрем я даже чуть-чуть вообще без напряга педали кручу он сам затаскивает вот сейчас чуть-чуть чуть-чуть помогаю где-то педалями прет вообще в горку особенно когда батарея полностью заряжена только-только выехал из дома вообще наваливает нормально главное колеса не прокалывать это самое ужасное что может быть на смене ну как ни крути то вот у меня такое местоположение дома что всегда туда кидает на Таганрогскую я так понимаю в том районе желающих мало работать туда как бы ездить на машине не очень удобно там сложные пробочные места пробки там и короче видимо там никто не хочет работать там постоянно курьеров не хватает в тех краях и вот меня туда когда я со своего дома стартую меня туда постоянно блин закидывают в этот медвежий угол блин вообще вот хочу показать опасное место как можно подножку сломать на этом велосипеде в такой вот ситуации когда вот видите что бордюр да если вы к бордюру вот так вот вплотную подъедете но здесь высоты бордюра не хватает но вот если бордюр будет выше и вы вот так вот вплотную подъедете вы снесете нафиг эту подножку надо этот момент учитывать но сзади зато здесь ничего нету можно с любой высоты бордюров съезжать а у этого колхозника как я говорил у него здесь это торчит подножка центральная и этой подножкой постоянно бордюр бахаешься мало того что это шумно шумный процесс жесткий процесс так это еще и подножку можно отломать к ассистенту кстати нужно привыкать вот когда одно деление он получается примерно поддерживает скорость 15 км в час добавляешь 2 20 км в час скорость поддерживает ну и так далее как я понял то есть здесь будет 25 30 35 вот что-то в этом духе как-то вот так это работает я поначалу с ассистентом не мог разобраться мне поначалу он даже не понравился то газует то не газует как-то там непонятно себя ведет а сейчас приловчился к нему вообще такая классная штука я вот теперь думаю если он сломается что я буду без него делать буду вот этой газулькой газовать ну а как по-другому никак что я по-встречке тут езжу понимаешь ли ну а как по-другому никак только так ну я даже вот на электровелосипеде не успеваю по времени доехать все у меня закончилось уже время на прибытие дальше будет штраф идти скоро уже вот как-то так это работает с таймерами пока доплаты за заказы есть то в принципе это не имеет значения потому что тут хорошая доплата идет но когда доплаты уберут и останутся бонусы то с таким таймингом неинтересно будет работать конечно у них тут такая шикарная велопарковка только ни одного велосипеда нету перепаркованного маленький вроде магазинчик парковка шикарная на горизонте такой парковки нету как здесь ой ничего себе сколько заказов тут здрасьте не готов еще? или можно выбирать? нельзя надо его не ну в смысле искать его можно же а его нету тут а 67 61 это один вот он я бы все забрал с удовольствием но только один могу забрать так а мы что ждем? мы просто ждем на котором отмечается а там у другого человека так да? у нас все с удовольствием все ваше так? Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Две пачки линзов, еще снять и снять. Видела это, видела. А у девушки пока. Серева первая. Вот это? Самая вверховая. Марин, видела? Так. Вот такие, да? Ага. Две пачки. Сколько заказов? 67, 61. Вот. Вот. 0,680. Спасибо. Спасибо. Ну, специально без монтажа кусочек этот оставлю, чтобы вы прочувствовали всю прелесть процесса получения заказа у принцесс из магнита. или королевная. Или королевная, я не знаю, кто они тут. Представляете? Заказ домой, откуда я приехал, рядом с моим домом. Заказ туда, доставка. Обалдеть. Обалдеть просто. Я в шоке. Или я что-то путаю. Подождите. Ну-ка-ну-ка. Не может такого же быть, правильно? Что-то какая-то ерунда. Да нет. Все правильно про Фантерна 11. Просто он тут не может маршрут построить. Бедный Яндекс. 2,6 километра назад. Просто жопа такая. Это просто жопа. Ты что, у Яндекса научился что-ли? Гонять курьеров туда-сюда. А потом мне заказ дадут опять из этого магазина? Ха-ха-ха. Это будет весело. Ладно, ничего не поделаешь. Поехали. В сторону. В сторону назад. Жесть. Не, ну это заказ вообще издевательство. 4 километра. Два заказа в одном. Мультизаказ. За 317 рублей. Ну это явно не надо брать. Это не серьезно. Даже Яндекс так не поступает. Ну смотрите, как я и говорил. Опять заказ из этого же магазина. Ха-ха-ха. Ну ладно, что. Платят деньги. Поедем, заберем. Почему бы и нет, да? Там 600 рублей, по-моему, да? 590 с копейками. Смотрите, вот эта клиентка сейчас возмущалась. Я ей звонил. Говорю, у вас не указана ни квартира, ни этаж, ни подъезд. Только номер дома. Она такая, не, у меня все указано там, я мое, блин. Сейчас я ей приду, покажу, что у нее тут указано. Чтоб она больше не бухтела. Здрасте. Как раз сбрасывается. Смотрите, у меня указано как. Я вам еще раз говорю, я поняла. То есть... Постоянно скидывается, я с ней виновата. Не, просто, я тоже не виноват, я поэтому вам показываю. Спасибо. У меня все, ноль-ноль домофон. Спасибо. Да. Пятый этаж, это вам не шутки. Так, ну что, Таганрогская нас ждет. Поедем к нашим принцессам. Я так понимаю, я до конца дня туда буду ездить. Забирать заказы. Потому что больше желающих нету вот в этом районе работать. Такие дела, такие дела. Мне вот интересно, как долго будет Сбермаркет платить такие большие деньги курьером за доставку? Насколько его вот хватит? Ему уже наверняка это невыгодно делать. По моим предположениям, до Нового года должен хорошо вам платить. Еще, получается, до Нового года 40 дней есть шанс подзаработать. Такая интрига, конечно, неизвестно сколько заработаешь. Отчет только завтра придет, блин. В Яндексе сразу видишь. А в Сбермаркете только вот на следующий день там, ну в течение дня после смены там обновляется информация. Постепенно по каждому заказу показывается сумма. Ну в итоге там полностью сумма будет завтра к утру. В лучшем случае. Можно я проскочу? Тут тротвар состоит из луж. Тут пешеходам вообще не вариант ходить. Так, сейчас будем подниматься по лестнице, короче. Я не туда заехал. Я говорила. Ну сейчас что-нибудь придумаю. Я просто, чтобы вам не мешать, пропускаю. Могу помочь? Да нет, я тут сам сейчас. У меня свои технологии. Спасибо. Получается, здесь вот у нас есть минус кнопочка. Нажимаем на нее. Она очень, не очень. А кто-нибудь? Да не, не, не надо. Сейчас все нормально, все хорошо, все под контролем. Не, 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 серьезно. Да не, не, не надо. Тут отломает ее. Да идите свои. Ну хотите, помогите. Конечно, если вы так настаиваете прям. Я бы здесь не упала. А давайте чуть-чуть в ту сторону его надо. Ну если я вот хочу. Да ты это, нет, не напрягайся. Расслабься. Расслабься. Ты наоборот тянешь сильно его. Наверх. Все. Спасибо. Там тоже лестница. Все, все, отходи. Там тоже лестница. Там иди еще дальше? Там, наверное, маленькая, да? Уууу. Я поднесу да. Не то чтобы маленькая, но интересно, весьма неудово. А, это ерунда. Спасибо. Пожалуйста. Хорошего дня. Всего доброго. Там совсем крутая была лестница конечно. Она очень кстати мне помогла. А с колхозником я бы вообще офигел с роботом забираться. Вот что значит не свой район, а для работы. Не там свернул, а заехал в тупик. Видите сколько заказов. А как девушек позвать чтобы заказ выдали. Номер 6919. Код для подтверждения. 2085. 28 шелест? 2085. А что у вас курьеров не хватает, да? Заказы висят. Все спасибо. А по прогнозу сегодня было без осадков. А получается вон оно как вышло. Приходится на ощупь ездить. И камеру убрался конечно. Вода туда попадает. Дедный сапец тоже мокнет. Пока вроде ездит. Конечно отличается хронология. Через компьютер я зашел под аккаунтом. Одним. И через телефон у меня в телефоне другой аккаунт. И разные пробеги получается. На компьютере мне показывают 48 километров пробег. Почему-то вот так вот я сколесил весь Ростов сегодня. А в телефоне показывают 56 километров. Ну возьмем большую цифру. 56 километров пробег. За сегодняшний день. Почему расхождение я не понимаю. Ну по итогу вот столько удалось заработать. Это за вычетом уже штрафов 6447 рублей. 18 заказов доставил. И было два штрафа за переназначение заказа. Почему два, хотя заказов больше переназначал. Непонятно. Но это и хорошо, что всего два штрафа.